Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, совет на завтра. Сейчас посмотрим, что же посоветуют нам карты на завтра и чего можно ожидать, а что еще и, может быть, можно изменить. Первое, что хочу сказать, будут радостные новости, радостные вести. И состояние у вас будет такое приподнятое и радостное. Эта карта говорит о радости, о счастье, о удовольствии. И это может быть как и в работе, карьере, бизнесе, так и в отношениях. И, соответственно, в здоровье. Эта карта говорит о том, что если нет полного выздоровления, мы же смотрим на это в пределах одного дня, то улучшение состояния будет точно. Улучшение отношений. И тут я могу сказать, что улучшение отношений для тех, кого это интересует, при помощи диалога. Будете разговаривать для тех, кому это резонирует. Ведь у вас много, и у каждого из вас свои события, свои ситуации. И тут я вижу ситуации именно в паре, в которых надо разговаривать. Именно разговаривать надо обсуждать и надо решать, как улучшить отношения. И это как раз то, что может происходить в этот день. На работе для некоторых из вас неожиданные какие-то выплаты. Именно как бонус. И завершение проектов, которые тоже принесут доход. Это то, что я вижу по этой карте. Посмотрим, что же еще. Я хочу сказать, что для пар, вот для пар то, что я сказала, для кого это резонирует, для тех, у кого проблемы в паре, вы почему-то не отпускаете что-то из прошлого. Вы не отпускаете или опыты с этим партнером или партнершей, или с предыдущими партнерами. И, соответственно, получается, что ваш страх, ваш внутренний страх и ваше внутреннее состояние притягивают те же похожие ситуации, а если даже не похожие, то все-таки проблемы в отношениях. Дело не в партнере, а дело в вас. Только вы, изменив свое внутреннее состояние, можете избавиться от вот этих проблем, которые у вас происходят сегодня. Это для пар, для работы и для бизнеса. Какой-то опыт из прошлого может помочь вам в улучшении вашей позиции на работе. Это для тех, кто работает на кого-то. Если у вас свой бизнес, опыт из прошлого может помочь вам улучшить состояние бизнеса и поднять ваш бизнес на какой-то новый уровень. Проанализируйте. Ведь почему-то мы запоминаем больше негативные события, негативные ситуации и состояния. Для того, чтобы воспроизвести позитивные ситуации и состояния, мы должны все-таки погрузиться в свою память, в свои воспоминания и выудить, вытащить оттуда именно что-то позитивное. И вот тут карты говорят о том, что вот, сделав это, будет вы... Первое, вы почувствуете, что вы на правильном пути, и вы найдете выход из ситуации, если таковые вас... вас не устраивают. Ну и, конечно, будет выбор. Вот тут, смотрите, для... Опять я возвращаюсь, я очень ярко вижу ситуации в паре, и... ваш диалог приведет к выбору. И выбор будет стоять перед вами. Выбор может быть разным. Выбор может быть остаться или уйти. И выбор может быть именно принять, не принять. Выбор может быть в том, как же вам реагировать на то, что вы услышите от партнера или партнерши. Это то, что касается отношений. Если говорить о работе, карьере и бизнесе, вот я вам сказала, что вы, опираясь на какой-то прошлый опыт, можете привести к улучшению ситуации на работе или в бизнесе. И тут будет выбор именно между, можно сказать, вашими воспоминаниями тоже. Поэтому выбирайте душой, выбирайте интуицией и вашим внутренним состоянием. И это касается всех сфер жизни.